друзья всем привет покажу свои цветочные покупочки небольшие сегодня и дальше будет обзор моих огланы и дефенбахи вот такой такую цветочную смесь купила тут содержится кокосовый торф и кокосовые волокна на полтора литра купила несколько упаковочек дальше купила экстракт морских водорослей это для полива комнатных растений улучшает усвоение питательных элементов нарастание зеленой массы буду использовать для комнатных растений зеленого цвета листья у которых зеленого цвета для варригадных сортов особенность белой варригадности я думаю что этот экстракт не подойдет ну и давайте будем рассматривать мои красивые огланы триколор не часто мелькает моих обзорах пересадила рассадила отделила деточки деточки все уже ушли вот теперь она у меня как уже адаптировалась после пересадки подает новый листик с такой шикарной листвой с таким прекрасным окрасом пока растет в таком горшочке небольшом объем где-то 07 немножко на бок она развернулась ближе к солнцу стоит без подсветки это оглонома где-то полтора метра наверно от восточного окна ну хватает ей света хватает дальше оглонома вот такая это butterfly это укорененный черенок большое растение у меня тоже ушло и смотрите какие корни оглонома нарастила все прекрасно с ней красивые листочки выдает тоже новый листочек оглонома может я недавно и показывала это растение оглонома супер вайт такая сейчас уже распространенная она и недорогая оглонома деточки тоже отделила пока растет в один ствол новых деточек не видно но зато собирается цвести я все таки дам процвети пусть процветет так извиняюсь за моего котика вот такие белые почти что бело-желтые листочки светло-светло-желтого цвета есть и вот немножко побольше зеленого на листочках но в основном листочки такие я считаю что оглонома не очень-то она прихотливая растет вообще оглонома они медленно растущие растения растет нижние листочки совсем маленькие верхние уже новые они уже более крупные и такой вот формы округлой сердцевидные даже можно сказать оглонома суматра ну тоже делила кустик отделяла деточки вот тут уже появилась новая деточка это прикорневой рост прикорневая деточка а это вот боковая деточка которая растет на стволе на материнском стволе с такими прекрасными листьями листья немножко завернутые внутрь но это так и должно быть мне уже писали об этом отсушивает нижний листик это наверное она стрессанула после пересадки и тубе листик то ли будет свести пока еще не понятно попыталась посмотреть мне кажется все таки листик красивая огломема пышный кустик выдает листики очень часто листик за листиком отличная огломема мне она нравится вот такая вот друзья огломема название к сожалению я забыла хотя мне уже писали писала мне анюта раньше был канал по секрету всему цвету сожалению как сейчас этого канала нет вот это у меня укорененный черенок моя огломема такая погибла я ее залила потому что она у меня стояла на самой нижней полке от пола и вот так вот залила и спасти мне не удалось но мы поменялись поменялись с одной светочницей она мне дала такую деточку а я ей деточку съем парагон вот пока в таком горшочке в маленьком потому что корней было мало но в скором времени уже ее нужно будет пересаживать это крупный мир крупная огломема будет с большими листьями красивая огломема тоже огломема все красивые и еще и еще сейчас покажу появилась у меня самая простая огломема но она просто веточки просто стебелечки огломема вроде как мария самая-самая распространенная мне принесли мне принесла моя сестра потому что у нее они все вытянулись стволики оголились я все обрезала и поставила подрезала обрезала поставила укоренять воду посмотрим что получится здесь много череночков посмотрим что получится как у нее быстро пойдут корни вот такая вот самая простецкая огломема ну а теперь давайте посмотрим дефенбахи их у меня совсем немного всего два сорта это вот весенняя посылочка с весенней посылки огломема сорт должно быть подписано у меня сам мир стайл кустовая огломема растет потихонечку и быстро наращивает прикорневые деточки и с таким вот окрасом листьев вот новый листик она выпускает выпустила уже новый листик я скажу что растет это дефенбахия не быстро стоит у меня на верхней полочке надо будет полить уже можно даже не поливать не совсем подсохла поливаю по мере просыхания верхнего слоя это сантиметра на 3-4 вообще-то даже некоторым даю полную просушку огломемом и дефенбахием тоже и еще одна дефенбахием вот такой толстенный ствол боковой черенок боковой ростик я срезала такая вот боковая вот такой вот боковой череночек был тоже мне кажется это очень распространенная огломема и поставила укоренять воду вот у меня там прекрасные корешочки вытаскивать не буду потому что могу поломать как-то вытаскивала и сломала боковой корень а это ствол ну конечно же я наверно ствол не буду растить такой толстый получу вот этот боковой черенок тоже срезу срежу буду просто получать боковые череночки но если пойдут несколько череночков одновременно то конечно можно и вырастить это растение но вот то что вот такой толстый срез некрасиво смотрится вот наверное где-то месяц и может быть через два она выдала боковой ростик это дефенбахием без названия ну все друзья у меня на сегодня будет все это обзор не всех моих представителей ароидных не всех моих огломем дефенбахи все две у меня всего 2 дефенбахи огломем еще есть я сегодня решила все таки провести профилактическую обработку от клеща обрабатывала свои и огломемы и кротоны в основном и марантовые все хотя хотя там ничего я не обнаружила но все таки решила провести обработку так друзья на сегодня у меня будет все всем самого хорошего доброго до свидания